Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Спорт как средство для личностного роста. В Анапе стартовало самое крупное спортивное мероприятие года – президентские состязания. Краткость – сестра кинематографистов. Молодые киношники презентуют фильмы короткого метра в рамках фестиваля «Киношок». Сезон янтарной ягоды. Анапские виноградари собирают богатый урожай, которого хватит, чтобы и гостей накормить, и на краевой выставке представить. В Анапе на всех пляжах объявлен запрет на купание. Это связано со штурмом и сильным донным течением. Спасатели дежурят в усиленном режиме. Уважаемые отдыхающие, штормовое предупреждение. Купание запрещено. В течение всего дня через громкоговорители отдыхающих предупреждают об опасности нахождения в воде. Установлены специальные таблички, подняты черные шары – один из главных предупреждающих знаков. Однако некоторые курортники, несмотря на все предупреждения, все равно заходят в воду. В такую погоду шторм, когда сильное течение называется тигун, купание запрещено. Будьте осторожны. Детей не купайте, конечно, в такую погоду. Плавательные средства, надувные и прочие тоже не нужно использовать, потому что это опасно для жизни. На центральном пляже работают сразу два поста. В каждом дежурят по два спасателя и врач. В их распоряжении аптечки для оказания первой медицинской помощи, спасательные круги и веревки, а также лодка для выхода в море. Спасатели говорят, что с сильным донным течением не может справиться даже опытный пловец. Поэтому не стоит рисковать жизнью и лучше прислушаться к специалистам, ведь море не прощает ошибок. Во Всероссийском детском центре смены стартовали президентские состязания. В финале принимает участие более двух тысяч школьников со всей страны. Соревнования проводятся с 1999 года. Они чем-то похожи на Олимпиаду, особенно по атмосфере. Неофициальный приз, который уже получили участники – возможность провести 20 дней на Черном море в бархатный сезон. Сценарий церемонии открытия написали заранее, но у непосредственных участников было всего пару дней, чтобы выучить движение и роли. Само действие – синтез спортивных элементов и технологий. В смену приехали около двух тысяч школьников по 16 от каждого региона. Они будут соревноваться в легкоатлетических дисциплинах, выполнять силовые упражнения, зарабатывать дополнительные очки на шахматах, плавании, бадминтоне, мини-футболе, дартсе. Кроме того, будет творческий конкурс и задания на эрудицию. В первую очередь они получают оздоровительный эффект. В вторую очередь они получают физическое развитие. Соответственно, учитывая, что президентские стезания не носят в себе только спортивную составляющую, но и образовательную, и интеллектуальную, они получают всестороннее развитие. Церемония открытия проходит на центральном стадионе с беговыми дорожками. Также есть спортивные площадки и современный 50-метровый бассейн. Помимо персонала в организации принимают участие 40 добровольцев. Заявки на участие в качестве волонтера на президентские состязания подалось выше 400 разных участников всех разных смен в течение всего года. И это большое достижение, что ребята будут участвовать в подготовке спортивных мероприятий, в их освещении, в элементарном создании событий, встрече гостей. И, возможно, кто-то из них станет профессионалом в области организации спортивных событий. В первом этапе отбора приняли участие более 11 миллионов школьников. Команды школ соревновались на уровне муниципалитетов, а победители на краевом уровне. Организаторы отмечают, что большая часть финалистов из небольших городов. В их числе Вячеслав. Его команда из города Кингисепп Ленинградской области. Сам он занимается дзюдо. Кроме того, в команде есть биатлонисты. Ну, мы готовимся к соревнованиям, ну, сложным, потому что мы видим, сколько команд приехало. Ну, мы думаем занять, ну, хотя бы ближе к призовому или призовое место. Но мы будем стараться, даже очень. Марина из Владивостока занимается танцами. Ее коронная дисциплина – бег на короткие дистанции. В прошлом году команда заняла здесь же 25-е место. Девушка считает, что на уровне страны это неплохой результат. Мы еще с того года очень надеялись, что попадем во второй раз. Очень хорошее впечатление. Вспоминали каждый день, каждую минуту. Программа соревнований рассчитана на 21 день. Во время церемонии открытия шел дождь, но бархатный сезон на Черном море никто не отменял. Она поприветствует всех участников соревнования. В одном из лучших пионерских лоерей Краснодарского края и России. Вам всем честной борьбы, удачи, успеха, хорошего ласкового солнца, теплого моря, незабываемых впечатлений. Удачи вам, всего вам самого хорошего. Победители президентских состязаний попадают в один ряд с чемпионами страны, мира, Европы, Олимпийских игр. Организаторы считают, что это важный элемент личностного роста. Воскресенье 10 сентября – единый день голосования. Анапчане вместе с жителями всей Кубани изберут новый состав законодательного собрания Краснодарского края. По южному одномандатному избирательному округу номер 27 зарегистрированы шесть кандидатов. Это действующий депутат законодательного собрания, самовыдвиженец Владимир Верстунин. От ЛДПР юрист Эдуард Семенов. КПРФ выдвинула руководителя Анапского отделения партии Виктора Тюрина. Справедливая Россия – инженера-озеленителя из Сочи Владимира Йенина. А коммуниста России – директора муниципального предприятия Анапы управления ЖКХ Сергея Янина. Кандидат от партии Роста Юлия Пархоменко. Продолжаются встречи кандидатов депутата законодательного собрания края шестого созыва с избирателями. Одну из таких провела Юлия Пархоменко, познакомившись с трудовым коллективом Анапского хлебокомбината. Аудитория близка к кандидату. Опыт руководителя Юлия Пархоменко набирала в том числе и поднимая аналогичное производство. Мы смогли сделать фирменные магазины, в которых весь выпущенный хлеб, плюс еще что-либо другое продаваться смогло получиться. Мы вошли тогда в сети магнит региональные и смогли выпускать для них всевозможные изделия. И тогда, чуть-чуть поднимая зарплату из года в год, хлебокомбинат стал жить. Анапский хлебокомбинат – бюджетообразующее предприятие города. В условиях всевозрастающей конкуренции очень важна государственная поддержка. Ее можно и должно получать, активно участвуя в краевых и федеральных целевых программах. Защищать и отстаивать интересы производителей – тоже задача будущего депутата от Анапы. Кандидат рассказал о своем видении работы парламентариев. Избиратели задали интересующие их вопросы. Другие кандидаты сведения о проводимых ими встречах не предоставили. Мы напоминаем, что найти адреса избирательных участков можно на официальном сайте администрации, в газете «Анапская Черноморья», а также в территориальной избирательной комиссии «Анапская». Телефон горячей линии 4-30-22. В преддверии выборов «Молодая гвардия» Единой России организовала флешмоб на Театральной площади. Более 20 молодых анапчан рассказали жителям и гостям курорта о том, почему важно отдать свой голос за понравившегося кандидата. В постановке каждому отвели свою роль. Участники «Молодой гвардии» в оригинальной форме показали систему выборов. Основная идея флешмоба – донести до избирателей, что именно честное голосование решит, кто из кандидатов достоин занять место в Кубанском парламенте. Мы не безразличные люди. Мы волнуемся о будущем своего города, своих станиц, своих Кубани. И мы прекрасно понимаем, что от выбора каждого из нас, от того, как мы участвуем в выборах, зависит дальнейшее будущее не только нашего города, но и всех Кубанец в целом. Это первый флешмоб в поддержку выборов. А напчане надеются, что их опыт подхватят и другие города. В этом случае они готовы помочь советам в организации. Кто они – герои нашего времени? Это те, кто с самоотверженным трудом и нравственными поступками в критической ситуации проявляют себя как настоящие патриоты своей родины. Именно таким примером для подражания является Герой России Абубакар Костоев. Он в составе делегации Ассоциации Героев России прибыл в Анапу и сегодня провел урок мужества для учеников школы номер 7. Военно-патриотическое воспитание детей в анапских школах – это не только спортивные мероприятия и строевые смотры, но и интересные встречи. В гостях у учеников 7-й школы Герой России Абубакар Костоев. Четыре года назад во время службы в полиции по Сунжинскому району Республики Ингушетия он вместе с боевыми товарищами, рискуя собственной жизнью, предотвратил теракт. К нам, в поселковом отделении, в дежурную часть поступила ориентировка о том, что террористом запущена автомашина с разрешенным веществом до 180 килограммов, после чего мы получили указание провести осмотр обслуживания нашей территории. В ходе операции группа полицейских, в которую входил Абубакар Хасанович, в районе сельского поселения Нестеровская, попытались блокировать автомобиль с находящимся в нем преступником. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. От взрыва все четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести. Погиб один местный житель. За проявленное мужество указом президента России Абубакару Костоеву присвоено звание Героя Российской Федерации. Теперь он в составе делегации Российской Ассоциации Героев путешествует по стране и проводит работу по военно-патриотическому воспитанию школьников. По распоряжении нашего президента Владимира Владимировича Путина по всей стране, то есть по всем субъектам Российской Федерации мы выезжаем по приглашению глав субъектов, по субъектам выезжаем, да, с представителем Ассоциации Героев. У нас бывает от 20 до 25 героев. Это очень важно для нашего будущего. Очень важно. Если мы хотим займеть хорошее будущее, духе патриотизма и духе нас на воспитании, с ним нужно проводить работы. Это и дома, и везде. История Героя России вызвала живой интерес у школьников. Они в свою очередь рассказали о героях, которые прославили Кубань. Каждый с этой встречи вынес для себя новые знания. Такие беседы очень нужны любому человеку. Они помогают нам больше узнавать о таких людях. Этот человек предотвратил теракт на Ингушетии. Он рассказал, как надо действовать и как вести себя, если случается такая беда. Многие из моих одноклассников и из параллельных классов в будущем пойдут учиться на военных. Поэтому им очень важно знать, как действовать и вообще, какими качествами должен обладать человек, который смог совершить такой поступок. Подобные встречи также проходят и в других школах. А уже в воскресенье делегация отправится в следующий регион. Сегодня начался показ короткометражных фильмов программы российского открытого кинофестиваля «Киношок». Среди участников как уже опытные кинематографисты, так и любители. Специалисты отмечают, что недооценивать этот жанр не стоит. Он дает самый широкий простор для самовыражения. А сами картины динамичные, смотрятся на одном дыхании и часто не оставляют зрителя равнодушным. Ау! Парень! История, которую можно рассказать за 13 минут. Она придуманная, но не из разряда фантастических, поэтому легко представить себя участником событий. Одному из пассажиров становится плохо. Он вышел из автобуса и потерялся. Лишь один остался его искать. Оказалось, что минута, когда большинство приняло решение поехать дальше, оказалась роковой. Авторы из Майкопа, республики Адыгея. Один работает хирургом, другой преподавателем. Кино – это хобби, но товарищи решили каждый год снимать по фильму. Этот – третий. Нам это интересно, нам это помогает развиваться в том числе. На съемки короткого метра на самом деле много времени не нужно. Главное – хорошо к ним подготовиться, к этим съемкам. Актеры у нас есть, желающих сниматься тоже хватает. Оборудование тоже у нас есть, поэтому время всегда можно найти. Всего в фестивальной программе 18 короткометражных работ. Сегодня начались показы. Программа рассчитана на два дня. Специалисты говорят, не стоит недооценивать этот жанр хотя бы потому, что плотность впечатлений на единицу времени при просмотре короткометражных работ значительно выше, чем в случае с полным метром. По прошлому фестивалю в Сочи я пересмотрел штук 20 короткометражных фильмов, 15-10 минутных. Это шедевры просто. Я ходил специально смотреть вот эти вот короткометражки. Как же талантливо ребята это делают, вот эти малообъемные фильмы. Не оторваться по хлеще полного метра. Я уже специально ходил, чтобы посмотреть вот эти 15-минутные, 10-минутные фильмы. Ну, это же потрясающе. А кто их делает? Молодежь. Владимир из Красноярска. У него небольшая студия. Снимают рекламные ролики, презентационные фильмы и другую коммерческую продукцию. На фестивале команда представила свою дебютную киноработу. Почему решили снять? Потому что вся моя команда, это тоже немножко где-то мечтатели. И мечта снять кино, она была. И когда это все дело шло, а желание росло, мы поняли, что надо либо уже снять и успокоиться, если у нас ничего не получится. Либо доказать, что мы можем это делать, и надо делать это дальше, следующий шаг. Он так себя ведет, как будто в моих силах вернуть все обратно. Я виновата в аварии, в том, что он ходить не может, в том, что денег нет. Во всем он обвиняет меня. Эти мысли, что это мой крест, я не могу бросить мужа-инвалида, они все время в моей голове. Наталья, кто бы ни был виноват в аварии и в ее последствиях, необходимо научиться жить дальше. Фильм о том, что часто помочь себе можно, только помогая другим. Сибиряки признаются, что уже вошли во вкус и готовят очередной сценарий, который сами определяют как взрывной. Два десятка лет назад фильмы снимал только тот, у кого был доступ к соответствующей технике. С появлением доступной аппаратуры для видеосъемки и бесплатных программ для обработки видео, молодежи стало проще заявлять о себе и набивать руку. Кто-то из них перейдет в полный метр. Уже сегодня небольшие студии снимают кино с бюджетом от нескольких миллионов рублей, которое при этом окупается в прокате, конкурируя на равных с иностранными фильмами и продукциями центральных студий. С одной стороны, из-за низких затрат на производство, с другой, такие фильмы востребованы зрителями в своих регионах. На ежегодную краевую сельскохозяйственную выставку 20 сентября свою солнечную продукцию повезет выпускник Анапского сельскохозяйственного техникума Василий Александрович Марченко. Он родился и вырос на знаменитых землях виноградарского совхоза «Рассвет». Учился мастерству у легендарного Мафсе Садурнаяна. Его родители – потомственные виноградари. И то, что выращивает и производит виноградарь, станет настоящим украшением выставки. Хорошего виноградаря легко отличить даже потому, как бережно держит он в ладонях виноградную гроздь после срезки. Как заботливо он выбирает подвявшую ягоду, выращенную своими руками, должно радовать людей. На краевой выставке такие грозди не просто украшают наше анапское подворье. Аромат спелых ягод призывает не проходить мимо. Пару-тройку ягод мы убираем. И вот он практически готов. Это плевен, любимый виноград августа, вобравший в себя все ароматы лета и яркость солнца. А еще есть фрамбуаз и названием, и ароматом, и вкусом, затмевающий саму красоту осени. И еще одна примечательная редкость в сортовом составе виноградников Марченко – удивительно красивый виноград Рубин Азос. Большая удача, что виноделы не растеряли исконно анапские сорта. Рубин Азос – это уникальный сорт для агронома, который выращивает этот виноград. Он морозостойкий, он урожайный, он не столь повреждается болезнями грибковыми. Это очень удобно. И вино просто чудесное. У него огромнейший потенциал. Это насыщенное, мощное, очень телесное вино. У него достаточно выраженные и при правильной агротехнике достаточно бархатные танины, если все сделать верно. Поэтому я бы отнес, вот как Рубин Азос и Красностоп Золотовский, к сортам перспективным для анапского региона. То есть не то, чтобы вернуться, а именно начать его возделать. Это очень молодой сорт. Из Рубина прекрасное, особенное вино получается. Такое можно найти только у анапских виноделов. И Марченко считает, что чем больше виноделин будет открываться в Анапе, тем выше будет качество и больше оригинальных образцов. Чем больше виноделин, тем больше конкуренция. Растет качество. Нет вот этих вот каких-то унылых стандартов, а есть творчество. Каждый человек творит свое чудо. Мы можем гордиться тем, что Анапу на аграрной выставке будут представлять настоящие профессионалы своего дела. Курорты Кубани твоими глазами. Стартовал краевой конкурс видеороликов о санаторно-курортном и туристском комплексе Краснодарского края, организованном Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия региона. К участию принимаются короткие видеоролики в пяти номинациях. Во всех должна быть отражена курортная привлекательность региона. Свою работу могут присылать граждане России, в том числе блогеры, старше 18 лет, имеющие персональные сайты или страницы сайтов в сети интернет. Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 30 сентября 2017 года. Победители будут награждены дипломами Министерства курортов региона. Также авторы лучших видеороликов будут приглашены к участию в информационных турах. А их работы представят в социальных сетях и на конгрессно-выставочных презентационных мероприятиях края. Подробная информация на сайте Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски ганноверский «Экстра» 209.90. Любительская «Тавровская» 229 рублей. Колбаса вареная ветчинная 219 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 8 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Ночью прохладнее – 20 выше нуля. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анап-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok